История UFC знает немало прекрасных боёв, диких заруб, тактических перестрелок в стойке, либо же выяснений, чья игра лучше на нижнем этаже. Абсолютно каждый номерной турнир UFC старается преподнести как бой лучших из лучших. Но далеко не всегда такая вывеска оправдывает ожидания. В этом ролике мы постараемся разобраться, какой бой станет настоящим подарком для фанатов и действительно лучшим противостоянием в истории лиги, а где дядюшка Дана нас откровенно кликбейтит. В первую очередь афиша турнира должна привлекать фанатов громкими именами. Как правило, в мейн-ивентах наверняков бьются чемпионы и главные претенденты, но, как ни странно, титул здесь далеко не главный. Бойцы, обладающие поясом, как правило, уже имеют немалую медийность, особенно если они на ней хорошо работают, параллельно с навыками в клетке, увеличивая заинтересованность в своей персоне. Главное событие вечера – это ключевая встреча, которая либо обеспечит большие продажи PPV, либо приведет UFC к убыткам, а Уайта к ярости. Нельзя допускать, что в главных боях крупных номерных турниров бились спортсмены, которые незнакомые платежеспособной аудитории и не имеют должного числа фанатов. Плохой пример – бой Чендлера и Оливейры в главном событии UFC 262. Бразилец на тот момент отметился лишь своей победой над Тони Фергюсоном, а Майкл, придя в лучшую лигу мира из Беллатр, за один бой не успел обзавестись должным количеством фанатов. Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль или Нейт Диас – это крупные имена, и сколько бы поражений они не имели на своем счету, магнитом для денег их лица быть не перестают, так что отбрасываем пояс, ориентируемся на имя и идем дальше. Громкие имена на афише – далеко не 100% гарантия, что турнир хорошо продастся. Бойцы должны быть не только именитыми, но и находиться, если не в идеальной форме, то как минимум не на закате карьеры. Не зря говорят, что стили делают бои. Так уж вышло, что некоторые стили отдельно взятых бойцов хоть и являются эффективными в октагоне, но фанаты засыпают во время их боев. В качестве хорошего примера можно привести Шона Амейли. Да, как медийный персонаж он слишком спорный, но его стиль в клетке прибавляет массу очков, когда речь заходит о любви фанатов. Худой паренек, который разбирает своих соперников быстрыми и точными комбинациями, а затем отправляет их спать уже в первом раунде. Шон демонстрирует невероятно зрелищные поединки, благодаря чему выступает теперь на крупных турнирах и имеет жирные спонсорские контракты. Обратный пример Шона – это Тайрон Вудли или же Стивен Томпсон. Оба бойца – ярко выраженные контрпанчеры, однако большой любовью фанатов похвастаться не могут, ибо ведут свои бои крайне аккуратно и расчетливо, отчего у них мало финишей. Да и в целом карьера сложилась не так, как могла бы. На недавнем UFC 272 в главном бою бились Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон. Они были лучшими друзьями, пока не стали заклятыми врагами. Отличная история противостояния, которая явно найдет отклик у фанатов и сможет хорошо продаться. Одним из конфликтов и множеством оскорблений в адрес друг друга бывшие друзья смогли выбить себе целый турнир и хорошо его продать. А все благодаря трештоку и конфликту. Колби Ковингтон благодаря подвешенному языку в свое время вообще смог сохранить прописку в UFC, прежде чем стать одной из главных звезд в полусреднем весе. Поливая грязью своих оппонентов, Колби в любом случае привлекает к себе внимание, так как фанаты жаждут увидеть, как ему закроют рот в клетке. UFC не зря устраивают пресс-конференции к турнирам. В некоторых случаях они порой более ожидаемы, чем сам бой. Пример Колби Хорхе безупречен с точки зрения раскрутки. Пожалуй, это самый громкий поединок двух бывших одноклубников за всю историю промоушена. Но, к сожалению, бой разочаровал. Он и близко не был конкурентным, и Ковингтон смог без особых проблем победить Масвидаля решением с помощью борьбы. Пресс-конференция к бою, по сути, была главным маяком для привлечения фанатов. Но не сам бой или интрига в нём, ибо расклады здесь читались заранее. Большинство аналитиков сходилось во мнении, что Ковингтон, который помоложе и более укомплектован как боец, не оставит шанса Хорхе. Всё так и произошло. Интрига же должна сохраняться до окончания боя. Спортивный интерес – всё ещё немаловажный аспект в успехе главного события турнира. Если матчмейкеры провели прекрасную работу в преддверии поединка и подготовили для фанатов поединок с конфликтом и трэш-током, то вполне вероятно нас ожидает красивый и зрелищный бой, но это не всегда так. К сожалению, бойцы могут выдавать внезапно унылое зрелище. Хороший пример – поединок Ромеро против Одессаньи в стиле Артёма Тарасова. Контрпанчер против Контрпанчера. Если в других своих боях спортсмены давали зрелище, то в поединках, где никто из них не решался идти вперёд и работать первым номером, увы, оба могут вызвать зевоту. Все основные аспекты, от которых зависит успех поединка, мы разобрали. Остаётся только выяснить, какой же бой является лучшим в истории. Если вспоминать поединок бойцов, имеющих конфликт, прекрасные бойцовские стили и громкие имена, а также находящиеся на вершине, то на ум приходит горе известный поединок Хабиба против Тони. Пять попыток организации боя оказались безуспешны, но помимо этой встречи можно отметить также встречу Чендлера и Гейджи. Два бойца решили обойтись без борьбы в этом бою и устроили настоящую войну в клетке. Джонс и Густавсон устроили такой же зрелищный бой, который к тому же вошёл в зал славы UFC. На горизонте маячит третий бой Нейта с Коннором, или же его встреча с Парье – тоже вполне себе вариантов. Так что однозначного ответа на этот вопрос всё же не существует, но ты можешь попробовать дать его в комментах. С вами была команда ММА Экспресс, скоро увидимся.